Синоптики обещают, в декабре обильный снегопад грозит стать настоящей проблемой для автомобилистов. Наталья Ковальчук сегодня выясняла, готовы ли дорожники Красноярского края ответить на вызов природы. Ну где-то там в 300 метров был поворот, постоянно заносил, а сейчас как бы, ну посыпают. 8 лет за рулем, два последних года с уверенностью. До Красноярска жители Емельянова Вячеслав довезет без заносов и пробуксовок. Чтобы этого гололеда не было, КДМ-ки выезжают, потом эти грейдеры выезжают, и они приезжают, и днем работают, и ночью работают. Около тысячи специальных машин готовы работать на дорогах края этой зимой. Для нас важны как поселковые перекрестки, так и магистральные трассы, уверяют в правительстве. 1 миллиард 700 миллионов рублей выделили на то, чтобы зимой водители могли ездить безопасно, а дорожные службы мгновенно реагировать на изменения погодных условий. Скоростная должна быть техника, она техника должна эффективна быть по ширине, чтобы не 2-3 машины работала, а пройти одной единицей и сразу очистить проезжую часть. На такую технику акценты делаются. Служб заказчика, она уже осенью проверяет готовность подрядных организаций к зимнему содержанию автодорог и мостов. Это наличие инфраструктуры, это готовность производственных помещений, готовность теплых боксов, готовность помещений для рабочих, готовность техники и заготовки материалов. Еще 5 лет назад песок и соль на предприятиях хранились по отдельности, смешивались в зависимости от погодных условий, но уже по факту. Сейчас смешиваются заранее, причем в разных концентрациях. Вот в этой куче соли 15%. Это расчет на температуру до 10 градусов. В ближайшие 3 дня синоптики меньше и не прогнозируют. Впрочем, синоптики дорожникам нынче не указ. Нужная информация поступает с собственных метеостанций. Автомобильная дорога Ачинска-Пирелюса 20-й километр. То есть это последняя метеостанция, крайняя метеостанция, которая была установлена именно в этом году. Таких точек 11 по краю. 8 на самой сложной и переменчивой по погодным условиям трассе Красноярский-Несейск. Дело техники. Вовремя предупредить о гололюде выехать на опасный участок, дозировано подать нужную смесь. Наталья Ковальчук, Денис Корнилов, Вести Красноярск.